Истинная вера Живя в своем городе, не покидая пределы родины, человек не задумывается о том, как быстро меняется мир вокруг него. Ислам на сегодняшний день – самая быстро растущая религия. Телеканал «Домашний» представляет истории жизни как знаменитостей, так и обычных людей. Герои передач рассказывают о своем духовном поиске и достижениях с одной лишь целью – донести красоту, которую они обрели в исламе. Выступление Рубена из Австралии о том, как он принял ислам, завоевало невероятную популярность в интернете. Ислам дает такую радость и счастье искренне пришедшему в эту религию, что порой сопровождается вот такими интересными историями. С юмором и неподдельной искренностью наш герой расскажет о своем открытии прекрасного мира ислама. В общем, моя история начинается в первом году университета. И это был трудный год, многое случилось. Мои родители развелись, мой пес умер. Да, был достаточно трудный день. Субханаллах. Обе неприятности за одну неделю. И в том же году мой друг покинул этот мир. Этот год заставил меня задаться такими вопросами, как «Зачем я здесь? В чем смысл жизни? Зачем вставать по утрам? И зачем напрягаться, а не смотреть телек, лежа на диване?» Шоу Джейра Спрингера и тому подобное. Я задавался вопросом о смысле жизни. И начал поиск чего-то священного. Разумеется, будучи австралийцем первым делом, я обратил внимание на христианство. У меня было пара друзей, христиан. Я помню, как пошел с ними на церковный лагерь. Один из самых забавных лагерей в моей жизни. Все пели, я не знал слова, даже текст не понимал. У них были красивые голоса, но все это было странным. И все говорили мне, насколько Бог любит меня. Я думал, Бог любит меня, а у меня пес умер. В общем, я продолжил изучение христианства. Разных его направлений, например, католицизм. Англиканская церковь, баптисты, священники, пасторы. И каждый раз, когда я спрашивал их, я замечал, что они не берут Библию, показывая мне текст с ответом. Мол, вот, брат, вот ответ. Они просто начинали отвечать. Просто говорили мне собственное мнение. Я начал понимать, что в христианстве есть очень много различных толкований, мнений. В этой церкви священник верил в свое понимание христианства, в то время как другой священник толковал свою веру иначе. Я увидел, что Библия – это одна книга, но ее толкований было настолько много. Это очень удивляло меня. В тот год я также подрабатывал на заправке. Там один из моих коллег был индусом из Индии. Мы виделись на смене, и однажды из любопытства я спросил, «Ты объясни, что у вас мужик с головой слона?» «Почему у него голова слона?» Он ответил, мол, «Ну, это, конечно, но мне было интересно, почему голова слона? Почему не льва или кого-нибудь еще?» И пока клиенты заправлялись, мы с ним вели такие религиозные диспуты. Это выглядело так. «Ну почему? Эй, вот пять баксов! Спасибо, чувак! Да-да, не за что!» В любом случае, мне опять-таки было сложно это понять. Поэтому я продолжил изучение религий. У меня был приятель мормон, и так вышло, что их направление показалось мне наиболее приемлемым. Достаточно серьезные, и не употребляют ни алкоголь, ни кофеин. К сожалению, пришлось бы распрощаться с колой, а ведь многие ее так любят. Но снова я стоял перед проблемой принятия религии, не имея никакого подтверждения тому, зачем мне придерживаться всех этих правил. Я также изучал иудаизм. До того, как я стал Абубакром, я был Рубеном. А вы, может, замечали в фильмах такие фамилии, как Рубинштейн? Вот, я подумал, может, я один из них. Но вновь я не смог найти то, что искал. И, наконец, я обратил внимание на буддизм. Я думал, что прийму эту религию. Ее последователи очень миролюбивы и уравновешенные люди, живущие в единении с окружающим их миром. Именно такое впечатление они произвели на меня. Но чем больше я изучал, я видел, что это не религия Бога, а скорее философия правильного видения жизни. И тогда один мой близкий друг, христианин, спросил меня, «Назови мне религии, которые ты изучил». Я их перечислил, иудаизм, христианство, буддизм. «А что насчет ислама?» он спросил. «Ислам? Да они же террористы, не изучают же мне их религию». «Они же сумасшедшие, зачем еще смотреть на их религию?» Но однажды я все-таки оказался у входа мечей. Да, таков мой вечный поиск. Я вошел внутрь, в обуви, прошел прямо внутрь. На ковре молился брат, я прошел прямо перед ним. Как раз, когда он кланялся, я чуть не наступил ему на голову. Субханаллах, я и понятия не имел о том, что делаю. Я огляделся и увидел брата Абу Хамза, вы, может, знаете его. Он преподавал здесь пару раз. Субханаллах, я называю его «Отец Борода» за его городу. Она очень большая, миша Аллах. Он подошел ко мне, и я подумал, сегодня я умру. Вот он, последний день моей жизни. Я белый в Либлинде, в округе Мельбурна. Что мне тут делать? Все, я мертв. Он подошел ко мне, как будто только что прибыл из Сахары. Длинный плащ, Абайя, Борода. Субханаллах, первое, что он сказал, «Здравствуй, друг, куда ты идешь?» Субханаллах, такой радушный прием очень обрадовал меня. Не хочу никого обидеть, но как австралиец, я был воспитан по-крестьянски. Мои родители – атеисты. Их самих детьми водили в церковь каждое воскресенье, и они ненавидели каждую минуту этих походов. Так что с самого детства они вбивали мне голову, что я буду едой для червей, и нет ни рая, ни бога, все это глупость. А вот Абул Хамзе говорил со мной очень вежливо, за что я очень благодарю его, ведь я был уверен, что однажды увижу его в новостях, угоняющем самолет. Не поймите мне верно, австралийцы очень гостеприимные люди. Самые гостеприимные люди, которые мне встречались, как сказал брат Хамза. И вот братья в мечети каждые две минуты подливали мне свежий чай, так что каждые пять минут мне приходилось бегать в туалет. А они просто продолжали угощать мне чаем, печеньем. Я никогда не видел такого, и возможно, иногда я приходил только ради печенья, хотя, конечно, и ради религии. В общем, я задавал вопросы этим братьям, те же самые, которые я задавал священникам, пасторам, друзьям. И, субханаллах, то, что действительно тронуло меня, это то, что они не просто отвечали, а брали Коран, и говорили, вот, брат, прочти это. И там был ответ. Каждый раз, когда я задавал вопрос, было так. Я задавал вопросы сложнее. Почему женщины носят платок? Почему мне можно иметь четырех жен, а ей нельзя иметь четырех мужей? Я хотел знать ответы на такие вопросы, которые встают перед каждым, кто знакомится с исламом. И каждый раз они отвечали Кораном. Меня это несколько расстроило, и я решил спросить у одного из братьев, который все время был в мечети, когда я приходил. Это была примерно третья неделя. И вот я спросил у него, а какое у тебя мнение? Как ты думаешь? Скажи мне свое мнение. И он ответил мне, какое у меня может быть мнение, когда здесь и так, слава Бога? Субханаллах, это очень тронуло меня. И тогда я попросил у них Коран. Я пообещал уважать эту книгу и не сказал о том, что задумал. И вот я принес ее домой и начал читать. И читая, я чувствовал, что это не просто истории, а чьи-то инструкции, будто кто-то указывает мне. И вот одной ночи я решил провести духовный сеанс. Кому-то из вас я уже рассказывал, так что извините. Итак, я зажев свечку, открыл окно, одернул занавески. Я очень хотел достичь это духовное ощущение. Была хорошая летняя ночь, одна из лучших в Мельбурне. И вот я сидел, думал, вот оно, вот эта ночь. Я изучил все духовные свидетельства, все научные, например, о развитии эмбриона, все эти замечательные свидетельства. Но мне все еще нужен был где-то небольшой толчок, как если бы я стоял на краю скалы, готовый к прыжку. И мне нужен был этот толчок. И вот я сидел в тишине, читал Коран. Я остановился. Я сказал, Аллах, вот он мой момент. Вот момент, когда я готов прыгнуть, принять ислам. Все, что мне нужно, это просто знак. Небольшой знак, ничего особенного. Может, просто удар молнии, или, может, половина дома обрушится. Или просто что-нибудь небольшое, небольшое для тебя. Ты ведь всю землю создал. В общем, я сидел, сидел и ждал, когда разгорится пламя свечи. Ну, как в фильмах. Я сказал, Окей, давай. И, Субханаллах, ничего, совершенно ничего не случилось. Я был очень разочарован, честно говоря. И вот я сидел и сказал, Аллах, вот он твой шанс. Я здесь. Вот он я. Я никуда не уйду. Я дам тебе еще шанс. Может, ты занят? На другой стороне земли день, там много дел. На этот раз, может, просто шум заводящейся машины. Маленький знак. Хорошо, не нужно мне свечу и забудь про половину дома. Птица может упасть или что-нибудь. Да не важно что. Я сказал, Окей, давай. И, Субханаллах, совершенно ничего не случилось. Я даже не мог сказать, О, смотри, вот оно. Вон трещинка на стене. Вон оно. Вообще ничего не случилось. Я был окончательно разочарован. Я сидел и думал, Вот и все. Мой последний шанс. Ислам. Я не смог достичь его. Я снова взял Коран, открыл страницу, где остановился. Субханаллах, Следующая же строка была. Тем, кто ищет свидетельства, разве мы уже не показали достаточно? Оглянитесь, посмотрите на звезды, на солнце. Посмотрите на воду. Вот знаки людям знания. Я спрятался под одеялом и прикинулся спящим. Я был так испуган, я не мог поверить, что был столь наглым, чтобы хотеть особенные личные свидетельства, когда все свидетельства уже даны с самого начала. Существование этого мира и этих существ, все эти знаки для всех нас. На следующий день я решил, что стану мусульманином. Честно говоря, я изучал ислам месяцев шесть. Я вошел в мечеть, понимая, что пришел тот день. Я произнесу шааду, принятие веры. Я даже не знал слов, не знал, что нужно будет сказать. Время подходило к ночному намазу с 7 и 8 часам вечера. Я вошел, не поверил своим глазам, людей было около тысячи. Я подумал, шубханаллах, как крепкая их вера, только глянь. Это была первая ночь Рамадана. Рамаданские мусульмане. Я сидел там и очень волновался, признаюсь. Я встал, и мне показали слова, которые нужно произнести. Ашхаду, а я что? Ну, нельзя сказать просто по-английски. Нет, говорят только по-арабски. Я огляделся, посмотрел на их длинные бороды и снова подумал, если я оговорюсь, я мертвец. Снова это ощущение. Они пристально смотрели на меня. Знаете, австралийцы не умеют так, но ливанцы умеют. И вот я сидел там очень напуганный. Я встал, и суханаллах, как только я начал говорить, весь страх исчез. Как будто внутри моей головы кто-то включил прохладный душ. Я чувствовал очищение. Я произнес слова, и я даже не ожидал, что так много братьев поднимутся и воскликнут, «Такбир! Аллаху Акпар!» И начали обнимать и целовать меня. Так много людей меня еще никогда не целовало. Но, признаюсь, это был прекрасный день. В этот день я обрел так много братьев и сестер, как никогда не мог представить. После этого дня я уже не оглядывался на прошлое. Моя семья поначалу очень переживала. Возможно, они тоже ожидали от меня чего-то страшного. Нападение с АК-47 и гранатами, и так далее. Но они быстро увидели, что религия делала меня лучше. До принятия ислама, не поверите, у меня был иракез. Правда, я даже не хочу показывать фотографии. Камуфляжные расцветки, футболка с металликой. Я выглядел шокирующе, а думал, что все это классно. Это было ужасно, но, аль-хамду лилля, с того дня я выгляжу таким серым, как сегодня. Ну, пожалуйста, не смейтесь. И мои родители были первыми людьми, которые сказали мне то, что очень вдохновило меня. Отец недавно попросил у меня Коран, чему я очень рад, ведь я всегда считал его одним из самых упрямок. Так вот, он сказал, став мусульманином, ты стал лучше. Теперь я могу рассчитывать на тебя, если у меня сломается машина, и меня нужно будет довезти домой. Мы надеемся, что искренние истории героев помогут нашим зрителям пересмотреть некоторые жизненные ценности и увидеть красоту ислама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова